Елена Шуринова в 38-м доме живет три года и все это время ощущает дискомфорт от постоянного неприятного запаха, плюс влажность в подъезде и квартире. Причина – сырой подвал, считают жильцы, откуда собственно и распространяются ароматы. У нас запах в подвале, влажность очень сильная в подвале. То есть, вот и конкретно по нашему подъезду, по второму, у нас вот тут 15-16 детей проживает, мы вот это все нюхаем. То есть, как бы, там влажность, там не заменены трубы, ничего не поменено. И бьемся во все ворота, уже во все двери. Жилинспекция обращается в 334, в управляющую компанию каждую неделю звоним. То есть, нету никаких решений. Жилинспекция назначает, чтобы мы приехали здесь, все поменяли, а нам хлоркой засыпят и все. Соседи, что уже более 10 лет живут в этом же многоквартирнике, утверждают, этой проблеме примерно столько же лет, сколько и самому дому, и вроде она решается периодически. Но потом возвращается вновь. Пахнет канализацией. И когда мы позвоним, все вроде успокоится, где-то помоется, там что-то закрыли, дырки какие-то, потом снова начинается через какое-то время. Без ответа обращения в управляющую компанию не остаются. Жители дома признают, специалисты иногда наведываются в подвал. Вот только качество проведенных работ вызывает сомнения. Чтобы разрешить этот спор, обратились и пошли к депутату. Озвучили претензии. Все работы, которые были запрошены, сделаны, якобы, все устранено. Ответ такой. Какие были запросы, они все решены. Но на самом деле, по факту, нет. Соответственно, мы сейчас обратились к депутату за помощью. Были мысли и о прокуратуре, и о подаче заявления в суд. Не знаю, до чего у нас дойдет. Хотелось бы решить это на уровне города, администрации. На стихийном собрании сетовали. Жаль, нельзя Дмитрию Павликову спуститься в подвал и все увидеть воочию. И тут появились представители управляющей компании. Депутату посмотреть разрешили, а вот съемочную группу не пустили. Не надо оператора. Видите, в ботиночках ходят. Пройдя все подвальное помещение, Дмитрий Николаевич резюнировал. Есть проблема, найдутся и пути для ее решения. Топ-родухов точно не хватает, это определенно, потому что там вообще духотища, как в сауне. Это первое наперво. И второе, надо посмотреть все-таки канализацию, насколько колодцы, насколько ниже находятся или выше. Вот здесь может быть еще тоже из-за этого. За день или два эту проблему не решить, резюмировали участники встречи. А пока ждут изменений. Конечно, положительных и в первую очередь для своего обоняния. Елена Шемшаева, Александр Кашкин. Наши города. Субтитры создавал DimaTorzok